Сегодня у Лёхи радостный день. Лёха впервые за 4,5 года приехал не вкалывать на стройку, а уже жить в своём собственном доме и перевёз с собой все свои хохоряшки. Соответственно, всё, что мне надо для жизни, у меня теперь есть. Это компуктер, это гитарка, это мой рабочий стол с креслом старым, задрипанным креслом. Пока на другое кресло средств нет, была бы монетизация, я бы, конечно, может купил себе нормальное кресло, но пока пусть будет такое, это лучше, чем нифига. Значит, у меня есть ванна, у меня есть туалет, у меня есть плита, где я могу, значит, себе сварить пельмехи, у меня есть холодильник, который, соответственно, эти пельмехи хранит. Всё, больше мне ничего не надо, у меня есть кровать из поддонов, привёз я старенький матрас тоже из дома, ну, теперь мне комфортно спать и, соответственно, ничего меня не держит больше на съёмной квартире. Всё я, всё, что мне надо, перевёз, кроме семьи. Семья мне тоже надо, семья переедет чуть попозже вместе с остальными шмотками. Значит, что Лёха наделал тут? Лёха здесь вместе с женой, естественно, всегда мы всё делаем с женой, она очень мне помогает, сделали, обустроили унитаз, туалет, плиточка, то есть, такой островок цивилизации. Ещё, конечно, вот этот опилкобетон закрыть чем-то, но пока не до этого, может быть, гипсой залеплю его, ну, не знаю, короче, ещё не думал я в эту сторону, пока нас устраивает и так. Загрунтовали мы все стены, здесь я, конечно, ободрать забыл, а вот эту стену я ободрал практически вообще во всём доме, я ободрал стены, то есть, срезал выпирающие вот эти вот углы. Это, конечно, ошибка лютая в опилкобетонном строении, потому что очень сильно много времени это всё отнимает, отняло уже один алмазный диск, то есть, ещё два купил, потому что зал ещё не сделанный, и надо делать зал, а очень большая площадь, это, конечно, будет нелёгкое занятие. Кухня также ободранные стены, прогрунтованные, теперь опилкобетон не сыпется, можно там спокойно спать рядом с этой стеной, и кроме того, что она шершавая, больше от неё никаких неудобств нету. Ну, ванны, ванны у нас всё то же самое, всё прогрунтованное, это я показывал, по-моему, привёз стиралку, стиралку ещё не подключил, этим займусь, скорее всего, завтра, сегодня у меня нет нифига комплектухи никакой, чтобы это сделать. Подключил, значит, провёл провода на плиту, то есть, кинул 4 квадрата цельный провод на плиту, поставил, подключил, плита теперь у меня работает, всё хорошо, замечательно. Также кинул дополнительные розетки на кухню, там, когда, когда они будут, появится кухня, там, соответственно, будут розетки. Всё это в соплях, естественно, потому что это всё будет монтироваться в стену, провод, и, соответственно, чуть-чуть с запасом, и вот так вот это всё похабно висит. Также сделал отдельную розетку на холодильник, это отдельный 2,5 квадратный провод, который у нас только отвечает за подключение холодильника, и он у нас будет, он у нас будет висеть на отдельном автомате. То есть, если мы куда-то собрались всей семьёй, уехать на 2-3 дня куда-нибудь, я выключаю весь дом и оставляю холодильник. Ну, либо холодильник с бойлером, зависит от того, куда и насколько мы уезжаем. То есть, эта схема мне достаточно нравится, это достаточно безопасно, мало ли, фиг его знает, что будет. Лучше, как говорится, перебдеть. Также всю проводку я собрал на ваговских клеммниках, клеммники эти мне очень понравились. Посмотрел также старые клеммники, которые делал поздней осенью прошлого года. Ничего вообще не поменялось, какие они висели, такие висели. Они не стали не хрупкие, не стали люфтить, болтаться, провода держат намертво. Соответственно, блин, офигенное решение. Здесь тоже, соответственно, подключены санузлы. Теперь у меня не вот эта вот переносочка, да, а теперь я подошёл, включил свет и сделал, значит, свои дела. Также началась более-менее чистовая отделка нашей спальни и, соответственно, ютубошная, да, вот в первую очередь сделана ютубошная. Здесь, конечно, не доделали, потому что отопление у меня не слитое. И чтобы мне, значит, заделать, надо снять батареи. Это мне пока не к спеху. Также всё прогрунтовано, то есть, стены не пылят, можно заехать и жить спокойно. Вверха также ничего пока что не делано. Это вот вчера буквально за полдня накидали женой гипсокартона. В принципе, мне понравилось, как это всё дело происходит. Стены более-менее ровные. Ну, естественно, также выравнивал их болгаркой с алмазным диском. Вот этот угол мне понравился. Угол получился хороший. Несмотря на то, что вон там прилегание к стене неплотное. Ну, в принципе, меня это никак не беспокоит. Мало саморезов, потому что всё это на клей-пене. Снимать я, к сожалению, не стал вчера. Как-то всё спонтанно быстро сделалось. Даже до камеры руки не дошли. Вот этот угол более похабно сделанный. Имеется вот такая щель. Но, я думаю, на замазке этих швов мы попробуем это всё дело компенсировать. Вот такая вот комната. Теперь у нас мы можем сюда уже начать перевозить вещи. Складывать основную массу вещей в достроенный гардероб. Теперь у нас всё здесь достроено. Осталось пропенить верхушечку. И когда мы будем... Когда я буду обшкребать вот эти вот сопли на стенах. Вот она вся пылит. Всё вот это вот говно будем мы убирать. Здесь, соответственно, полностью плотно завешиваем этот проём. И пыль, пылюка у нас туда не будет попадать. Также, когда я пилил ту комнату, закрывал вот эту шторку. И, соответственно, закрываем там окно. Открываем окно в комнате. И вся пылюка у нас выходит на улицу. Не буду затягивать этот ролик. Прошлый ролик сильно получился какой-то длинный. 17 минут целых ходил, говорил здесь, да. В этот раз 17 минут я не могу себе позволить. Потому что интернет у меня с раздачей телефона здесь. И, соответственно, я сегодня уже... Сегодня вы увидите этот ролик уже из новой студии. Значит, канала Дом своими силами. Я начинаю стройку своего рабочего места. С пивасиком, естественно. Лёху с новосельем. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok